Приветственное слово от вас, читателям и болельщикам волейбола в Украине. Добрый день, уважаемые любители волейбола. Спасибо компании «Спортвей» за приглашение провести сегодняшнюю конференцию, возможность ответить на интересующие вопросы. Кстати, вопросы, которые заданы в этот раз, в отличие от первой нашей конференции, гораздо более интересные для меня и, наверное, интересные действительно для болельщиков. Хотя, надо сказать, что не обошлось без некоторых вопросов, я бы сказал, не в тему. Поэтому я готов ответить на ваши вопросы. Раз вы готовы, тогда, конечно, первый вопрос. Какие перспективы по поводу трансляции волейбола в Украине? Кстати, как вы говорили, мы немножко начали освещать, и болельщики потянулись. Когда будут показывать волейбол в Украине? Ну, давайте так. Во-первых, сегодня мы можем смотреть по российским каналам. У нас есть возможность смотреть и матчи российского чемпионата, и международные соревнования, благодаря тому, что в России волейбол развит получше, и система трансляции развита лучше. Волейбол в Украине, я думаю, с учетом участия Харьковского локомотива в чемпионате России, я думаю, что и трансляции с участием Харьковского локомотива мы тоже в этом году увидим. Кроме того, мое убеждение в том, что финальный матч Кубка Украины и решающий матч за звание чемпиона должен обязательно транслироваться, пусть не в прямом эфире, пусть в записи, но пусть сокращенно, но обязательно эти два матча должны быть. И именно трансляция этих матчей, это должна быть ответственность Федерации волейбола Украины. Не клуба какого-то в отдельно взятого, а именно Федерации волейбола. Вы владеете информацией, ведутся какие-то переговоры с каналами, возможно, которые могут действительно транслировать, или пока это все только на фоне раздумий? Ну, состоялся Конгресс Федерации волейбола, перед Конгрессом обсуждался на исполкоме этот вопрос, и все пришли к единому мнению, что это нужно делать, обязательно нужно делать, и обязательно должно быть сотрудничество с такими каналами, как спорт.юэй, поэтому я думаю, что в этом году какой-то сдвиг уже произойдет, положительный сдвиг в этом направлении. То есть пока сможем посмотреть только в интернете, да, или на спортивных каналах Украины, пока это еще нет. Следующий Ваш вопрос, наверное, тот, который Вы называли, не совсем логично. Название клуба не хотите поменять? Устраивает Вас название Крымсода? Нет, название клуба никто менять не будет. Это название известно в стране, известно уже в Европе, поэтому менять это название мы не будем. У нас задача была поставлена, Крымсода должна быть чемпионом, поэтому пока чемпионом мы не станем, менять не будем, а когда станем чемпионом, тем более смысла не будет. Какие перспективы украинского волейбола на уровне сборных? Вы знаете, у меня есть оптимизм в этом отношении. Во-первых, я считаю, достаточно неплохо выступила команда в прошлом году в отборочном цикле. Ну, немного не получилось, чтобы выйти в финальную часть, но, тем не менее, команда это дало возможность подняться на несколько ступеней к украинскому волейболу. В августе этого года состоится всемирная спартакиада студентов Китая, где будет представлена сборная Украины мужская. Там собраны самые перспективные украинские игроки молодые, это будущее украинского волейбола. И ориентировочно 25-26, точная дата еще неизвестна, состоится матч сборной Украины, первой команды состоится в Израиле и через неделю ответный матч в Харькове. Сборная будет сформирована на базе Харьковского локомотива с привлечением игроков из зарубежных клубов, кого они смогут привлечь. Поэтому вот эти два турнира, летних, так назовем, соревнования покажут перспективу нашей сборной. И я очень надеюсь, что Израиль мы пройдем, должны проходить, мое мнение. И тогда уже в ноябре отборочная, я думаю, команда должна быть очень хорошей. В всяком случае просматривается очень хорошая команда, которая по силе будет решать задачи. Один из наших вопросов есть о том, что многие украинские молодые игроки, еще когда вот только-только начинают, они переезжают в другие страны, соответственно, меняют гражданство. И вот нет таких молодых перспективных украинцев, которые, возможно, в будущем будут пополнять сборную. Как Вы видите решение этой проблемы? Чем можно удержать сейчас молодых игроков-волейболистов здесь, в Украине? Ну, давайте так, это вопрос такой социально-политический. И точно так же можно сказать, почему инженеров-эйтишников нельзя удержать здесь, они уезжают, они только в Россию уезжают, в Штаты, значит, работают здесь. То же самое, человек ищет, где ему лучше. Естественно, российские клубы очень следят за детским волейболом в Украине, отслеживают молодежь, буквально, молодежь молодых мальчишек, девчонок, буквально с 10-летнего возраста отмечают. Для того, чтобы этот отток не был столь массовым, во-первых, это должны наши клубы вести такую селекционную работу в США, привлекать этих ребят в различные сборные, детские, юношеские, заигрывать за сборную, это уже будет вопрос перехода. Ну и, во-вторых, это вопрос Федерации волейбола, должна тоже принять в этом активное участие разрешение на переезд, и там спортивное гражданство, потом просто гражданство, Федерация должна в этом активно участвовать. Человек, если это перспективный, хороший игрок, он должен играть за сборную Украины, пусть он играет за другой клуб, другой страны, но за сборную Украины он должен играть. Поэтому есть задача наигрывать за сборную, поэтому должны играть все сборные, а не так. Первую собрали, хорошо. У вас в клубе есть такая селекционная служба, которая действительно отбирает, приглашает ребят? Да, постоянно просматриваю молодых ребят, буквально со школьной скамеющей, даже средние классы, не только старшие. А есть какая-то школа, которую финансируете? Да, у нас занимаются молодые ребята, школьники, и мы просматриваем, и на соревнования выезжаем, крымские соревнования, и в другие области выезжаем, просматриваем эти соревнования перспективных ребят. Вообще, какое количество школ волейбольных, возможно, в Украине, детских, юношеских, и насколько это популярно сейчас? У нас засилие футбола, футбольных школ очень много. Как дела с волейболом? Ну, те же интернаты, детско-юношеские школы есть практически во всех областях Украины. Другое дело, какая отдача, если в области, там, Николаевская область, там, нет ни одной команды, куда пойти, естественно, в этой области ребята, которые занимаются или хотят заниматься волейболом, не очень-то видят эту перспективу. И вот, коль мы коснулись детского волейбола, самое ужасное, но это беда не только волейбола, очень плохое финансирование, бюджетное финансирование тех спортивных школ, участие в различного рода соревнований. Выезд, я думаю, что не всякая областная федерация или область потянет выезд всех детско-юношеских команд на различные соревнования в другую область, поэтому здесь все сталкивается с финансированием детских школ. Но это тоже как бы вопрос к федерации или как-то намерение? Это вопрос не только к федерации, вопрос это и к нашему парламенту и спортивному руководству, вопрос к руководству министерства, то есть средства, которые выделяются на развитие детского спорта. Не считаете ли вы целесообразным пригласить в команду, например, в Крымсоту более квалифицированного главного тренера, ведь тем понятно, что для решения серьезных задач нынешний тренер не готов, считает болельщик, или вас устраивает борьба за бронзу? Борьба за бронзу меня никогда не устраивала, это первое. Вторая часть вашего вопроса, что значит более квалифицированного тренера. Я считаю, что на сегодняшний день Скрипка, пожалуй, один из самых квалифицированных тренеров на Украине, и это подтверждают результаты, которые показала команда при нем, и то, что он возглавляет сборную Украины на сегодняшний день, это тоже подтверждает его знания, опыты, умение работать с командой. Ну, а пригласить специалиста мы во вторник представляем Евгения Бородаенко как тренера команды Крымсона. Это очень известный на Украине специалист, тоже, пожалуй, один из лучших на Украине. Какие цели ставите перед ним, как перед тренером команды? Победа в чемпионате, победа в кубке. Других целей не будет. Добрый день, Александр Ильич. Скажите, пожалуйста, что будет в дальнейшем с Крымсодой, какие перспективы на будущее, и не будет ли так, что через год ее ликвидируют или переведут в вышку, а ее место займут в Сумму? Прекрасно. Сумму уже вывели в Суперлигу. Я благодарен. Команда еще не успела выйти в высшую лигу, уже через год пытаются перевести в Суперлигу. Это два совершенно разных участника чемпионата. Есть задачи, которые ставятся перед командой Крымсода. Это, безусловно, чемпионство. Есть задачи, которые ставятся перед командой Сумма. Поэтому ни о каком искусственном переводе одной команды в лигу низшую, другой команды высшую, об этом речи быть не может на сегодняшний день. Еще раз говорю, Крымсода является одной из базовых команд сборной, одной из лучших команд Украины. Поэтому и мыслей таких нет, и быть не может. Как может отразиться на украинском волейболе участие Харьковского локомотива в чемпионате России? Я думаю, хуже украинского волейбола от этого не будет. Во-первых, как показал прошлый сезон, Харьковский локомотив был на голову сильнее. Ему не очень было интересно играть чемпионат страны. Поэтому на первом этапе, если Харьковский локомотив участвовать не будет, я думаю, будет больше борьбы. Ну а Харьковский локомотив за это время наберется опыта для достойного представления Украины в европейских кубках. Играя в чемпионате России, это и для сборной будет лучше, для Харьковского локомотива. Я считаю, что если кто-то из украинских команд готов бросить вызов Харьковскому локомотиву, пожалуйста, Харьковский локомотив, думаю, со второй части сезона подключится и доказывайте, что мы сильнее. Сейчас, пока Харьковский локомотив играет в России, кого вы видите главным соперником Крымсоды в борьбе на начальных стадиях? Сейчас очень трудно сказать, ответить на этот вопрос. Я не знаю, какие планы у руководителей других команд, какие перспективы по набору игроков. Сейчас в межсезонье, поэтому сложно сказать. Я понимаю, что Черкассы, безусловно, будут. Лока Экспресс – очень амбициозная команда. Хотелось бы видеть Юра Академию. Вторую половину сезона прекрасно провел Чернигов. Поэтому, я думаю, борьба будет очень интересная. Вы уже заявили о том, что Крымсода готовится или намеревается стать чемпионом в следующем году. И боящик спрашивает, что для этого нужно, чтобы цели превратились в действительность? Ну вот, я уже сказал, что мы усилили тренерский состав. План подготовки команды к сезону утвержден. Сейчас идет селекционная работа. Уже есть игроки, которые пополнили ряды Крымсоды. Поэтому работать, наигрывать, участвовать в турнирах, работать над психологией, то, чего во многих матчах прошлого чемпионата команде не хватило. Сейчас команда будет проводить какой-то отдельный сбор. И будут ли какие-то, возможно, спарринги во время этих сборов, для того, чтобы наиграть новый состав команды? Команда сейчас соберется в Красноперекопске в понедельник. Будет готовиться в Красноперекопске. С 16-го числа выезжает на первый сбор. Там будет несколько спаррингов. И они необходимы также в части и подготовки сборной команды. Как одной, так как Харьковский локомотив будет рядышком готовиться. Так и студенческой команде, так как многие ребята будут приглашены поучаствовать в этих сборах. Поэтому, я думаю, наберется их 4 состава, как минимум неплохих, которые могут поиграть между собой. Ну а дальше, опять же, турнир. Это в Китае, Спартакеада, дальше ряд турниров и потом чемпионат. Ясно. А как Вы считаете, стоит ли в Украине проводить международные турниры и приглашать к себе сильные европейские клубы? Турниры международные проводить в Украине обязательно нужно. А вот вопрос, нужно ли приглашать. Приглашать нужно, вряд ли кто-то приедет. В чем причина? Давайте начнем с того, что на сегодняшний день единственный зал на Украине, который подходит для проведения европейских соревнований, это Харьков. Плюс к этому удобство расположения Харькова. Это граница, рядом Россия, рядом Белгород. Белгород, я знаю, с удовольствием ездит в Харьков, в Харьков с удовольствием ездит в Белгород. В Харькове все есть для того, чтобы такие турниры проводить. Но опять же, это воля Харьковского локомотива. Кого приглашать туда, когда приглашают Крымсоду, мы всегда соглашаемся. Поэтому проводить такие турниры, я считаю, очень хорошо. В Белоруссии с удовольствием приезжают на турниры, я знаю. Приглашать какие-то зарубежные команды. Я не вижу. Можно было бы, наверное, на Западной Украине проводить такие турниры. В Черновцах, например. Туда бы приехали, я думаю, команды близлежащих стран. Но такие международные турниры надо. Это опыт для наших игроков. Ясно. Вы говорите, зал пока только в Харькове. Есть ли в планах реконструкция зала, собственно, вашего? И сколько финансов на это нужно? Пока таких планов нет. Поэтому им про финансы вам ответить тоже не могу. Тем не менее, в каких-то там, не знаю, дальних планах все-таки. Вы же хотите тоже иметь какую-то площадку, которая бы соответствовала европейскому уровню? Или это даже пока не обсуждается? Это пока не обсуждается. И дело в том, что требования Европейской ассоциации к спортивным сооружениям, где проводятся соревнования, растут с каждым годом. И гнаться за ними, это нужно строить такой же дворец, как в Харькове, в Красноперекопске. Ну, согласитесь, это, в общем-то, нереально. И необходимости такой нет. Будет ли Крымсо 2 играть в первой лиге? Не отвечу вам на этот вопрос, потому что на сегодняшний день еще не утвержден регламент соревнований проведения чемпионата Украины. Ходило такое мнение, что не исключено, что вообще не будет первой лиги, а команды, которые там играли, будут приглашены играть в высшую лигу. Поэтому в зависимости от этого мы будем определяться. — Ясно. И вот вас спрашивают, вы все-таки сотрудничаете со «Спортюа», несколько мы обсвещаем, да, как дела идут в Крымсоде. Что мешает, возможно, вы знаете, другим клубам, также сотрудничать с какими-нибудь изданиями, газетами, журналами для того, чтобы действительно популяризировать волейбол в Украине? — Мое мнение, что ничего не мешает, поэтому я высказывался и на исполкоме, и присутствовал ваш коллега там, высказывал о том, что меня устраивает год нашего сотрудничества, и приглашал участвовать и другие клубы, и федерации участвовать в таких контактах. — Насколько они согласны? — Ну, трудно сказать, это каждый клуб должен определять для себя, насколько им нужна эта популярность, насколько нужно это общение со своими зрителями, насколько нужно свою команду преподносить, чтобы ее знали не только у себя в регионе, а знали как минимум во всей стране. — Кстати, о болельщиках, о зрителях. Какое количество человек приходит на матчи Крем-Соды, насколько заполняемые залы и настолько действительно популярны? — Ну, у нас зал вмещает порядка 340 человек, зал, ну, практически на каждом матче у нас зал полный. Ну, а когда матчи идут с конкурентами, особенно с Харьковским локомотивом, то люди и на ступеньках, и в проходах, и везде, поэтому, так, пожалуй, человек до 500 может так плотненько сесть. — Так, как, на Ваш взгляд, руководство Федерации волейбола Украины справляется со своими обязанностями? — Я считаю, что Федерация волейбола недостаточно активную позицию занимает. Я считаю, что недостаточно Федерация волейбола работает с областными федерациями, недостаточно работает с отделами или управлениями физкультуры и спорта в областях. — Ну, вот, приведу вам такой пример. Все области имеют свое представительство на Конгрессе Федерации, а присутствовало 1-2 и все. То есть даже участие в Конгрессе области не приняли. — Какая реакция Федерации на это, я не знаю. Я считаю, что Федерация должна была, как минимум, проинформировать руководство областей, что приглашения были направлены, но не явились. — И спросить, почему. Может, не тот человек возглавляет спорт в области. Поэтому, я считаю, больше активности Федерация должна проявлять именно в общении с областными администрациями. — То есть вот такого шага Федерация не сделала, да? Никакого контроля не было? Почему? Как же тогда принимались решения, если... — Ну, все-таки на Конгресс 87 делегатов. Если от областей не приехали, а все остальные были, то ворум был. — Кстати, мы говорили про болельщиков. Вот они пишут, что хотели бы с вами встретиться. Поговорите, обсудите, как дела в команде, насколько это возможно перед стартом чемпионата. — Перед стартом мы всегда встречаемся. В этом году исключения не будет. Болельщикам будут представлены новички, новый главный тренер. Будет объявлена задача. Ответим на все их вопросы. Я очень рад, что у Крымсода есть такой замечательный фан-клуб, такие замечательные преданные болельщики. — И вот, наверное, один из преданных болельщиков пишет, что Крымсода — лучшая волейбольная команда Крыма. И насколько удается вам находить взаимопонимание с детско-юношескими спортивными школами крымских городов, так как Симферополь, Севастополь, чтобы их самые талантливые выпускники приходили в ваш клуб? — Мы знаем все детские школы Крыма, общаемся с ними. Это постоянные контакты. У нас молодые ребята, и школьники, и подрастающие, к студентам, ближе к студентам. Тех ребят мы перспективных приглашаем на просмотры, приглашаем в команду. Поэтому этот контакт идет постоянно. — Легко детки приходят, соглашаются? И сколько из тех, которых вы приглашаете, действительно остаются и потом играют во второй команде, в тубле и потом в основной? — Ну, как сказать, легко. Кто хочет стать профессиональным игроком, тот, конечно, согласится, потому что Крымсода, действительно, это и лучшая команда Крыма, и не самая плохая команда в Украине. Поэтому тут согласятся. У нас, я считаю, хорошие условия созданы. Кто не хочет, он и не будет тогда этим игроком. Ну, есть и другие причины. Может, человек просто занимается этим видом спорта, он ему нравится, но в перспективе видеть себя в другом направлении. Поэтому здесь обоюдное должно быть. — Вот можете назвать несколько имен, действительно, ребят, которых вы открыли и которые нашли в детской школе, которые сейчас, возможно, играют? Ну, пожалуйста, выходцы из детской школы, это и Красненко, Кузнецов, ну и наши молодые ребята, это воспитанники нашей школы, тут же Щеколюк, Питунин, Беспалов, на подходе еще несколько ребят. — Будут ли в новом сезоне трансляции игр «Крымсоуды» в интернете? — Да. — Всех игр или будут какие-то выборочные? — Наверное, всех. — Что Вы ждете от выступления сборной Украины на Всемирной студенческой универсиаде в Китае в августе? — Да. Я считаю, что тот состав сборной, который едет в Китай, и та группа, которая у нас там по жеребьевке нам досталась, я считаю, что из группы команда должна выходить. Ну, дальше. — Какая максимальная, вот как вы думаете, планка команды? — Максимальная — это чемпионство. — А реальная максимальная? — Реальная, я считаю, что третье, четвертое место — это реально. — А какие виды спорта, кроме волейбола, Вы любите, спрашивают Вас болельщики? — Баскетбол, гонбол. Ну, я игровые виды спорта люблю. — Насколько сами, как часто сами занимаетесь спортом? — Ой, к сожалению, не часто. — Зарядка? — Не часто. И зарядка. У меня сейчас спорт — это прогулки и физкультура с внуком. — Ну, вот видите, уже. — Да. — Сколько внуков Вашим? — Два с половиной. — Не собираетесь его отдавать в волейбол тоже? — Ну, в волейбол, не знаю. — Пусть выбирают. У него отец футболист, поэтому скорее его будут на футбол направлять. — Ну, Вы будете отстаивать Ваш вид спорта? — Нет, это его будет решение. — Решение? — Удавалось ли Вам выезжать на крупные международные волейбольные турниры? Если да, то что интересного Вы там увидели? — Нет, я только выезжал с Крымсодой в Турцию на турниры, больше никуда не уезжал. — Почему команда Крымсода-2 не играла в прошлом сезоне ни в первой лиге, ни в детской украинской волейбольной лиге? — Есть определенная проблема, это то, что согласно нашего законодательства, для того, чтобы команду детскую, первую команду, Крымсодой-2, отправить на соревнования, мы должны оформить им командировки, оплатить их проезды, оплатить проживание, оплатить питание, на основании чего я 14-летнего человека приму на заводную работу. Я с удовольствием готов их отправлю. — Ясно, а ну все-таки многие, да? — Финансово мы готовы финансировать участие команды и в высшей лиге, и в первой лиге, и в детской лиге. Мы это готовы, вопрос только в нашем законодательстве. — Ясно, то есть спрашиваете о планах все-таки на этот год, или тоже они просто будут работать? — Будут работать, будут играть в крымских соревнованиях, но опять же, посмотрим, как будет построен чемпионат в этом году. Я не исключаю, что первой лиги не будет как таковой. — Любите ли Вы жестким лево, спрашивает Вас поверьщик. — Люблю. — И не желаете ли создать в Красноперекопске женскую команду? — Нет, у меня не было такого желания никогда, даже не задумывался над этим вопросом. — Вот сейчас задумываетесь. — Хорошо. — Возможно вообще. — Как часто Вы встречаетесь с ветеранами Крым-Суды, и насколько полезны их советы в работе? — С ветеранами? Ну, довольно часто встречаемся с ветеранами. С точки зрения полезных их советов, да, мы прислушиваемся к тому, что нужно делать. Оцениваем те советы, рекомендации, которые они дают. Но, знаете, у ветеранов все-таки свое видение. — Волейбол развивается? — Да, волейбол развивается, а видение ветеранов все-таки свое. — Ну, вот как? — Ну, можно вопросы в залах? — Давайте. Вопросы в залах всегда приветствуются. — В том же мировом профессиональном боксе сказали о том, что в хеви-вейте, то есть в супертяжелом дивизионе, то есть он отмельчал, поэтому броня плечкой там доминирует, потому что ушли там Эван Дэк Холлифилд, Майк Тайсон, Ленокс Льюис. А вот если так последствия эволюции европейского волейбола, вот когда популярность в Европе волейбола была выше, ниже, то есть 10 лет за 20 лет за 20 дней? Вот как сейчас вообще развивается? Насколько в Европе развивается волейбол? — Я считаю, что за последние лет 10 наблюдается еще один скачок европейского волейбола. То есть, да, это идет по синусоидису, но последние 10 лет, особенно с ростом популярности волейбола в России, в Польше, в Белоруссии, в странах Восточной Европы, это очень вырос уровень европейского волейбола и подтянулись и те же там всегда страны, которые были сильны, и та же Италия, Испания. Поэтому я считаю, что сейчас европейский волейбол на взлете. — Вот на чемпионат мира, на чемпионатах Европы, есть ли призовые для команд, которые занимают там призовые места, именно международной федерации, мировой и европейской? — Да. — И какие цифры? — Нет, цифры я не могу назвать, но они есть. — Ну, допустим, тот же Кубок мира — это коммерческий стан, безусловно, правильно? — А Россия тоже идет, потихоньку, к тому, чтобы волейбол становился коммерческим. Насколько лет мы встаем от России? — Лет на 10. — А известны вам цифры, допустим, бюджета Федерации Российской и Украинской? Насколько они разнятся? В три раза, в пять раз? Ну, если вы не знаете, самих цифр. — В 15 раз. Это порядки. Тут очень сложно говорить, очень сложно сравнивать. Но я знаю, какой бюджет Федерации волейбола Украины. И понимаю, какой бюджет Федерации волейбола России. Это действительно в десятки отличается. — Не будем плакать. А у нас в 90-х волейбол был популярнее, чем сейчас? — В 90-х волейбол был популярен, это так, заканчивалась популярность в 80-х, 90-х. После этого был скачок, я считаю, года четыре тому назад был скачок популярности украинского волейбола. Ну, видите, опять популярность тогда была. Тем не менее, такие команды, как Мариуполь, Днепр перестали существовать. Те же команды там Ужгорода, Ивано-Франковской появлялись. То, что появились хорошо, но надолго их не хватило. Тем не менее, появились черновцы положительно. Сейчас появился Хмельницкий положительно. Хотя это всегда была неплохая команда высшей лиги. — Вы говорили о посещаемости матчей вашей команды дома. А вот как в Украине матчи, каких команд посещают наибольшее количество зрителей, кто может похвастаться своей армией болельщиков и по цифрам? Ну, во-первых, это зависит от того, какое количество зрителей может вместить зал. Поэтому говорить о количестве зрителей, популярной командой или нет, так нельзя. В Харьковском Локомотиве зал практически всегда полон. — Сколько машин? — По-моему, на три. По-моему, на три тысячи. Я не буду ошибаться, но три так там. На Локоэкспресс поменьше людей присутствует. На Юрок Академии зал практически всегда полный. В Чернигове зал не дает возможности большого количества болельщиков разместить. Но я был там на семинарах. Ну, кто может попасть в зал, тот приходит и в зале, в общем-то, свободных мест нет. Но зал совершенно небольшой, это студенческий зал. Поэтому в Черновцах, знаю, полный зал собирается. Поэтому, в принципе, все зависит от вместимости зал. Фолейбол очень популярный вид спорта. Я думаю, что при хороших залах люди бы приходили. — Речевки болельщики и крыльцовики сочиняют? Вы знаете, что они сконтируют? Ну, если, может быть, именно крыльцовики посвящаются штукам? — Да, они готовятся, сочиняют, репетируют даже. Поэтому и на выездные матчи едут даже в автобусе репетируют. — Вывозите болельщиков вместе с командой? — Да, да. Да, болельщики выезжают с командой. Ну, конечно, тяжело вывозить черновцы, ну, в дальние регионы. А вот в Харьков, в Черкассы, в Киев постоянно выезжали. — Какое количество болельщиков? — Автобус. Автобус, но есть даже такие патриоты, которые самостоятельно добираются даже электричками. — Спасибо. А мы, раз уж мы так вот закончили, вопросы закончились. Ваше такое финальное слово. Опять-таки, возможно, обращение. Пускай приходит еще больше людей болеть за «Крымсоду» и вообще за «Украинский». — Я бы очень хотел, чтобы это интервью повлияло на то, что и другие команды украинской суперлиги, ну, или волейбольная команда Украины, начали сотрудничать со «Спорт.юэ» либо с другими спортивными каналами. — Мы тоже на это надеемся. Спасибо вам большое. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.